ТЕРИТОРИЯ МАШИН Казалось бы, какой интерес у нее может быть к российскому рынку? Оказалось, что очень большой. Корпорация совместно с одной из российских компаний планирует начать в Россию поставки бывших в употреблении автомобилей. Зачем? Ответ заставляет призадуматься. Для того, чтобы переделывать их в электромобили. Некоторое время назад у наших восточных партнеров поменялись правила утилизации. Теперь вполне свежий автомобиль можно купить, но очень дешево. А тут еще и наше правительство предлагает ввести ряд поблажек для владельцев электрокаров. Помимо нулевого транспортного налога, им могут даже разрешить езду по выделенке. Ну так вот, японцы быстро смекнули, что на этом можно немножко, но подзаработать. И планируют привезти в Россию 5000 машин для переделки. Часть машин останется у нас, а некоторые отправятся, например, в Индию. Японцы и их российские партнеры подходят к делу серьезно. Они хотят построить завод за 500 миллионов рублей, где целых 100 работников будут переводить привезенные машины на электроход. Остался открытым один вопрос. Вот те, которые останутся у нас, у них руль с какой стороны будет? Вы же помните душесчипательные истории, как богатые арабы тратят миллионы на красивые номера. В отличие от наших хозяев жизни, они делают это абсолютно законно, на аукционах. Цены там, конечно, заоблачные. То один отдал за номер 9 миллионов долларов, то другой 11. То есть битва идет серьезная. Российские власти долго смотрели на эту вакханалию долго. Им было так обидно, что обогащаются лишь нечестные гаишники, что некоторые даже не спали ночами. Теперь, после нескольких лет разговоров, решено. Точнее, не решено, но будет решено в начале следующего года. Так вот, по замыслу наших мудрых руководителей, красивые номера будут продаваться не как сейчас, а на аукционах. Вот тогда и посмотрим, кто круче – арабы или наши. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин.